Ребят, всем здравствуйте! С вами проект Artender. Это канал о барной жизни, о том, как можно необычно, интересно, по-всякому разному смешивать напитки, коктейли, готовить разные инфьюзы, настойки, заготовки и прочие штуки, которые могут порадовать вас, ваших гостей. Если вы готовите в баре, то точно порадовать, если вы готовите дома, то, конечно, с небольшим количеством приседаний, но тоже вы порадуете себя и своих гостей. В общем, мы за то, чтобы креатив был в напитках и никогда не заканчивался, и, в общем, стараемся делать что-то необычное, что-то не совсем стандартное. Поэтому, в общем, если вам нравится то, что мы делаем, обязательно, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно прокомментируйте это видео. Оно, в общем, позволяет YouTube показывать его чаще, больше, интереснее и так далее и тому подобное. Сейчас у нас происходит невероятно важная специальная рубрика, которая называется «Настоечная ферма». Это когда мы готовим какие-то необычные настойки и будем готовить их в течение декабря. В этой «Настоечной ферме» нам будет помогать вот такая вот «Вадейра». «Вадейра» называется «Лаб 40 и 50». Нас интересует в большей степени «Лаб 50». Почему интересует в большей степени? Потому что это один из немногих представителей 50-градусной водки. Что нам будет позволять делать 50-градусная водка? Ну, в общем, что вообще, в принципе, такой процесс настаивания, да? Потому что вроде бы все понимают, что, ну, что-то мы там настаиваем, что-то стоит и что-то происходит. Значит, в моем мире процесс настаивания – это процесс растворения. Когда этиловый спирт растворяет продукты, которые находятся в его массе. И, в общем, тем самым вытаскивает все вкусы, ароматические масла, соединения, кислоты и сахара из продуктов. По-разному можно настаивать. Можно настаивать, просто, значит, заливая что угодно в какой-то продукт. В данном случае будем заливать водку. Настаивать можно в сувиде. Мы будем использовать такие методы. Настаивать можно с помощью давления. Можно с помощью негативного, можно с помощью позитивного. Еще по-разному можно настаивать. Мы будем настаивать в сувиде. А еще хочется не забывать, чтобы вы тоже помнили о том, что, конечно же, предновогодняя суетология начинается. И поэтому те вкусы, которые мы будем готовить, они будут немножко в стороне вот этих новогодних праздников. То, что можно сделать, типа, там, к столу. Может, какой-то пунш приготовить, может, еще что-то подобное сделать. Ну, в общем, будет речь идти о таких пряных, ягодных, цитрусовых, фруктовых, фруктово-пряных вкусах. Что еще хочется сказать? Мы – бартендеры. Вот. Мы – бартендеры. У нас есть коктейльные бары. Мы сейчас полторы комнаты. И ровно поэтому мы к настойкам относимся с некоторым скепсисом. Точнее, со скепсисом мы относимся к невероятной популярности настоек сейчас в России. И мы настойки очень делаем давно. Но нельзя сказать, что мы делаем настойки в привычном их понимании. То есть, короче, мы делаем, конечно, лимончелло и продаем ее в чистом виде гостям. Но дальше мы не делаем никакие настойки, в чистом виде ничего не продаем. Потому что мы делаем какие-то настойки-инфьюзы для того, чтобы делать потом необычные коктейли. Нас вот это интересует. То есть, настойка для нас – это в первую очередь сокращение процесса приготовления коктейля. И вот этим мы и будем заниматься. И настойки, которые мы делаем в настойочной ферме, они ровно об этом. Будем начинать? Будем делать первую штучку. Значит, что нам потребуется? Нам потребуется мерник. Нам потребуется вот такая необычная трава. Она называется левзея. Очень мне нравится. Это один из главных компонентов лимонада саяны. Если вы как-то задумывались о том, из чего делают саяны и что там такое странное во вкусе, то вот эта левзея, она просто, ну, очень прикольно пахнет. Я бы сказал, что она пахнет таким смесью, знаете, кондитерских нот. Одновременно вместе с этим, вот не сеном, а такой какой-то благородным корнем. Это, кстати, у нас корень левзея. И вообще левзея достаточно странно растет. Она растет такими, как волосами, что ли, не знаю, как сказать. В общем, можно посмотреть на ее структуру. Вот она такая, как бы, очень прикольная. У нее такие мелкие корешки. Еще ее можно сравнить с таким легким ароматом солодки. То есть вот лакричная анисовая история. И у левзея она тоже прослеживается. Но вот я бы сказал, что у левзея в большей степени также еще выражены какие-то ароматы таких цитрусовых, наверное, нот. Но цитрусовых тоже, да, там не лимон, апельсин, а вот скорее что-нибудь помело или свити. Вот об этом, да, такая речь. Вот, короче, левзея у нас там будет. У нас там будет, конечно же, мандарин. Мандарин. Три штучки будет мандаринки. И еще у нас тут будет кумин. Короче, кумин – это просто best match with мандарин. Кумин, мандарин, они даже звучат, в общем, соответствующе. И левзея будет давать в этом, значит, таком, как бы сказать, ансамбле или трио, если можно выразиться. Но не трио, у нас ведь есть еще водейра. В этом ансамбле будет давать очень такой интересный оттенок. Кислый, я бы сказал. Кислая специя. Это вообще кумин воспринимаю как кислую специю, важный компонент там всякого кюмеля и аквавитоподобных напитков. И вот это будет такой, как бы, такой инфьюз цитрусово-пряный. И вот кумин там будет вылезать и будет уводить в сторону таких нордических оттенков. Левзея будет помогать нам и делать это более удобоваримым. И мы три мандаринки помыли. Дальше все, конечно же, просто, как всегда. Режем крупными сегментами. Если вам не нравится седрой резать, а хочется очистить, ну, можете очистить. Суть и дело не меняет. Можно еще резать вот таким образом. Тоже весьма эффективно. Площадь соприкосновения большая. Будет хорошо экстрагироваться мандаринка. Ну, я люблю сегментами. Единственное, попки вот эти можно убрать. Попки не нужны. Еще раз повторюсь, что наша цель сделать инфьюзы для коктейлей. Поэтому, ну, меня, например, совершенно не пугает какая-то излишняя горечь. Или, там, например, интенсивность кумина, который будет очень интенсивен. Вакуумный пакет. Подверни вакуумный пакет. Кто-то ржал, что типа, о, такой вот лайфхак. Ну, такой вот лайфхак. Зато, смотрите, раз, как бы, и кони у ног моих сели. Или тигры, или кони. Закидываем сюда. Далее, что можно сделать с этим мандарином. Я, в принципе, с мандарином так люблю поступать. Он обычно всегда супер мягкий. Я там беру его, так чуть-чуть поджимаю, прям в пакете. Чтобы не запариваться там с лишней выжимкой сока. Не делать дополнительное движение. Просто выжимаю его, и он, в общем-то, практически все из него выходит. За пакеты не переживаю. Мы используем пакеты максимальной плотности, потому что делаем инфьюзы на разных температурах. И на 35 делаем, и на 55. Вас, наверное, интересует, а сколько там по весу нужно этой самой левзеи. Меня это тоже интересует. А левзеи надо определенное количество. Мы сейчас сюда этот тынг оттарим. Левзеи мы берем 2 грамма. И сюда прям вот... А, отправили. Дальше, соответственно, кумин. Кумина нам нужно 9 грамм. Водейра. Пол-литра. Заливаем. Не добавляем ни сахар, не добавляем мед, не добавляем ничего такого, чтобы сделать настойку сразу же супер вкусной. То есть она у нас дисбалансированная и со слегка смещенными вкусами. Вот. Теперь я, собственно, пойду, запаяю пакет и отправлю все это дело в сувид на 55 градусов и на 14 часов. Ну, смотрите, когда мы готовим настойки в сувиде, то наша главная задача, конечно же, откачать воздух максимально. Потому что тогда сувид будет работать ровно так, как он должен работать. А не просто, значит, варить что-то там в некоторой емкости с воздухом. И поэтому это к разговорам о том, можно ли делать настойки в бутылках, ну, помещая их в какую-то ванну, где будет определенная температура. Ну, конечно, с одной стороны действительно можно. С другой стороны, я убежденный фанат того, что вакуум и варка настоек в вакууме как раз таки и является методом сувид. А вот все то, что просто заливается условно в банку, и потом эта банка нагревается, ну, в моем мире это просто, просто как бы ускоренный процесс настаивания. И к сувиду отношение имеет посредственное. Такие дела. Все, короче, вот это 55 градусов, 14 часов. 14 часов. Так, значит, что у вас... У вас прошла секунда, у меня прошло 14 часов. Нет, конечно, просто мы сделали заранее. Фильтруем мы традиционно с помощью кофейного фильтра. Открываем. И переливаем. Здесь, чуваки, вчера ставили по моей просьбе в несколько меньшем количестве. Ставили 300 миллилитров. Поэтому мы сейчас посмотрим потери, исходя из 300 миллилитров. Но я думаю, что потери будут около 10%. Это, в принципе, стандартная история. Мощно пахнет кумином. Прям вот сейчас открыли. Ты чувствуешь, Костян? Ну, вот мне долетает. Начинает долетать. То есть это прям такой, как бы, куминный прикол. Куминный прикол. Я лично ожидаю, что это будет прикольная настойка для того, чтобы делать всякие разные твисты на классику. И, конечно, хочется сейчас поготовить на этом, типа, водка олд-фэшн, знаешь, там, водка роброй. Водка олд-фэшн. Водка олд-фэшн. Ну, как бы, это то, что мы заслужили. В общем, как бы, все человечество, как бы, вообще должно пить, конечно, водка олд-фэшн, но обязательно мандариновый. Первый нос – это левзея и кумин. И я чувствую, что там есть просто еще что-то, какой-то тон. Но этот тон – это мандарин. Ну, вот он в таком очень лайтовом режиме. Почему так решили? Потому что хочется, чтобы был шанс добавить еще что-нибудь цитрусовое. Да, все-таки зимний период – это микс всяких разных цитрусовых. Там и цедру лимона хочется брызнуть, и, значит, там, может, какой-нибудь ликерчик добавить, цитрусовый. Вот в таком ключе. Не делайте так. Не форсируйте настойки. Дайте нормально фильтрануться. Значит, мы точно знаем, что вот порвалось, и придется второй раз фильтровать. Ну, ничего страшного. Я тогда сейчас посмелее буду. Короче, фильтровать будем вот так. Вставили вороночку. И еще разочек. Фильтрейшн. Что хочется еще сказать, пока дофильтровывается эта штуковина. Хочется сказать одну важную вещь. Мы эту-то настойку делали на сороковой. Следующую, потом в следующем видео будем делать на полтиннике. Но, в общем, как бы интересно и та, и та. Потому что, если вы посмотрите на контр-этикетку любой водки, которая производится в России, то вы обнаружите, что там есть этиловый спирт, есть вода. И дальше некоторый набор различного рода присадок. Я в своей жизни встречал не так много водок, которые состоят из двух компонентов. Российских таких водок не встречал ни разу. Тем интересен этот лот. Хорош он или нет, решать явно не нам, а пользователям. Но нам, с точки зрения исключительно опыта, как минимум интересно, что просто получилось пройти этот ГОСТ. Вот, это как бы прикольный момент, абсолютно точно. И прикольно, что он делает в Санкт-Петербурге, делает опытный завод Нива. А Нива, они как бы экспериментаторы, дай боже. Всем бы по такому заводнику в регионах, я думаю, что там бы, значит, бартендеры и барледи, барные команды бы поэкспериментировали, с технологами там бы пообщались и говорили бы ему, а давайте, вот, и бы говорили, ну, может, давайте, а может, не давайте. В общем, да, короче, водкостроение в стране нашей достаточно архаичная тема. Вот, и поэтому, когда появляются какие-то инновации, мы всегда за то, чтобы попробовать. Здесь, видимо, тоже нам придется зафорсировать, но здесь легче. Готово. Наступило время дегустации. Да, Константин? Есть. Наступило время дегустации. Мы, конечно же, должны это дело сначала чуть-чуть попробовать. Ну, ладно, цвет имеет место. Ммм, очень вкусно. Я переживал, что 10 грамм кумина на такой объем будет дофига. А он? Нет, вообще нормально. Практически как какой-то, знаешь, то ли сухой ликер, то ли, знаешь, вообще как на аперитив похоже. То есть такой вот, если бы добавить винных нот, то вообще был бы какой-то такой куминовый аперитив, знаешь. Ну, да. Прикольно, есть там мандаринка, но ее вообще немного. Она такая, чуть-чуть как бы она мандаринка, ну, как бы тем самым нас это, в общем, и интересует. Для какого-нибудь зимнего саурочка там вообще или что? Для зимнего саурочка. Для зимнего саурочка. Для зимнего саурочка. Привет. Что ты сделал со мной? Я сделал мандариновую настойку. Она в чистом виде не очень. Но мы-то знаем, что сахар все исправит. Мы же для коктейля ее придумали. А, окей. Yes, 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 мистер фиш. Ладно, это была небольшая сцена. Просто как бы клиника новогодняя. Новогодняя. Будем делать слегковинную тему. Возьмем 30 миллилитров нашей куминно-мандариновой настойки. Далее мы возьмем вот такой вот отечественный хересок. Количество 15 миллилитров. Далее, знаете, что вы никогда не догадались, но 5 миллилитров бузинного сиропа. Помня о том, что сахара немного, и сахар там, в общем, нам как бы ок. 15 миллилитров сладкого белого вермута. Стираем. Так, помните, мы говорили про китайское стекло? Вот оно. Видно ли по нему, что оно китайское? Несомненно. Теперь мы делаем стрейн. Размариновое масло. Это вкусная тема. Я бы сказал, что он десертный. Я бы сказал, что он... Даже, знаешь, типа не десертный. Я думаю, что он аперитивный. Потому что он кисло-сладкий, но он кисло-сладкий-винный. То есть вот он кисло-сладкий-винный. Ты когда заметил правильно про то, что вот эта настойка у нас, там есть какая-то легкая кислотность, и что оно чуть-чуть как будто бы про вино. Вот это вот об этом. То есть вот, ну, попробуйте, Константин. Давай-давай. Вообще норм. Вообще норм. Она такая, знаешь, как... Блин, вот этот кумин, сложно описать его. Она такая, короче, как выпечка какая-то. Как выпечка с цукатами, типа кулич, что-то вот такое. Но более восточный. Типа традиционно просто от кумина ждут плова. Да, да. Но тут нет ощущения плова. Это как бы меня в принципе... Здесь больше, знаешь, как будто больше уклон в фенхель. Вот что-то такое, типа холодное, холодновато, свежее такое. Чуть даже как будто зеленые ноты. Окей, окей, окей. Так, продолжаем, значит, мы испытывать терпение этого прекрасного напитка. И... Ну, вот cold fashion мы будем делать? Будем, конечно. Мы должны сделать вот cold fashion. Так как вы знаете, что я читер, то я сделаю вкусный old cold fashion. Не тот old fashion, который, знаете, ну, обычно как и делают. Я сделаю вкусный вот old fashion. Я возьму, смотрите, вот так вот барную ложку аморетто. Сюда вот определю. Просто в бокал без всякого сахара. Я возьму вот так вот сюда хлопну ангастурки. Раз, два, три. Я еще возьму, у меня тут есть, домашний пиминто. Домашний пиминто. Знаете, что такое пиминто? Если не знаете, у нас на канале есть видео, что такое пиминто. И наш, собственно, рецепт половинку барной ложки мы возьмем. Это ликер из ямайского душистого перца. Теперь мы, соответственно, определим туда полтинничек нашей куминово-мандариновой настоечки. Перемешаем все это. Кстати, помните, мы говорили про китайский бокал? Это китайские бокалы. Теперь сделаем стир. Ну, точнее, не стир, вообще, это как билд, так и делается. Это прикольно. Можно еще чуть-чуть больше амаретто добавить. Тебе добавить? Чтобы послаще? Ну, давай, давай. Ты знаешь, вот как бы нет, просто не послаще. Разговор не про сладость, а про, то есть там типа бузина с кумином, они, ну, в цветах, все как бы гуд. Но ты, ну, как бы ждешь еще. Я бы орехов, как бы хотел сюда еще добавлю. В ароматике прикольно кумин с амаретто с мангалем. Прикольное сочетание, знаешь, я бы, трех видов горечи. Это вот кумин, типа от специй, ну, одна такая, моно вкус. Потом там чувствуется ангастура, явно так, такой вот этой вот своей, какой-то карамелизованной обычной темой. Потом типа вот амаретто и, короче, мандарин, он как будто вот вообще все это как бы сглаживает. Он такой типа делать все помягче. Но это, слушай, прикольно. Тут вопрос, знаешь, даже в том, что он здесь такую штуку заранее замешать, как бы вот в бутылке хранить. Типа взял. Ну да, наверное. Налил на лед. Место быть. На лед. А, еще пимента же там. Пимента же еще там. Вот с этими. Я сказал бузина, понял, что бузины тут не было. Бузина в первом была. Пимента. Да, да. Ну это, ну на самом деле, это такой прикольный, травный, но при этом достаточно легкий в теле. То есть он как бы интенсивный, но он тебя не гасит вот этим, знаешь, типа сладко, слепкий. С сахаром не гасит. Да, не гасит, не гасит, типа сахаром и неизвестной крепостью. Вообще, на самом деле, его прикольная штука, прикольная. Гуд, гуд. Гуд. Ну и третий надо же сделать, да, третий сделаем лонг. Третий сделаем лонг, и мы, конечно же, напоминаем, чуваки, что вот вы как бы можете верить, можете нет, но мы вот и приходим сюда, я типа собираю станцию, что-то пацанам как бы пишу заранее. Вчера я писал, ну Костян, что мы будем снимать, потому что, ну как бы, я пуст душой и головой. Вот. И вот мы просто собираем, вот то, что сейчас мы собираем, во-первых, первый раз в жизни это настойку попробовали, но так как есть опыт, его, можно сказать, угодно пить не пропьешь. Попробовали, и вот, вот это просто вкусовой опыт постоянного какой-то бесконечной дегустации, бесконечного смешивания, он позволяет делать напитки из-под ножа в режиме фристайла. Поэтому все то, что мы делаем, вот это вот как бы, типа там, ну вот эти три, после того, как мы делаем какой-то премикс, это, ну это короче, не то, что мы там заготавливаем. И вот я сейчас говорю, лонг мы будем делать, я пока говорил, что мы будем делать лонг, уже плюс-минус там подумал, что мы, наверное, сейчас попробуем сделать типа твист на Американо, такой как бы, он будет более крепкий, но все же в стиле Американо. Это тоже китайский? Нет, брат, это как бы то, что как бы мы уже скоро себе не сможем позволить, это штользе. Здоровье в чате всем. Здоровье в чате всем, как бы любителям австрийской посуды. 40 миллилитров нашей прекрасной вот этой движухи куминово-мандариновой, левзеевной. Мне кажется, что левзея на самом деле очень как бы помогает вот этому... Она что-то там делает, да, я ее не могу... Этому напитку не быть мерзким. Да, не быть просто, знаешь, типа кумин с мандарином. Кумин, да. 30-ку красного вермута, just a touch of company, 10 миллилитров, H2Om, газированный. И еще еда. Может быть, даже сейчас еще один кубик поместится, поскольку я перемешаю. Или не поместится, не знаю. Огурчик. Вот так вот это, смотрите, выглядит. Very nice. Very nice. And we have tested. Просто мы сейчас в Афросяб пойдем после съемок, чтобы больше с кумином просто не встречаться. Это все, да. На столе. Ну, то есть, ок сахара бы я больше, может, дал. Сахара бы, может, я бы больше дал. Может, даже карамели бы я бы туда. Чуть-чуть, как бы, знаешь, типа, чуть-чуть. А мне ок так. Ну, вот ок. Ну, как бы. Он такой, прям, это, знаешь, после плотного обеда он такой горький. По законам архимеда. Да, 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 да. Вот. Он просто такой, как бы, прикольный. В общем, блин, горечь прикольная. Мне прям очень нравится. Горечь такая. Она плотная, такая, немножко душноватая, теплая, но при этом она как бы не надоедающая. Мне вот нравится, мне прям сахара не хочется побольше. Хочется его, знаешь, вот весь вот так вот смешать и газирнуть, чтобы он прям был такой, чтобы он прям был вообще просто вот газированный. Ты тысяча, тысяча двухсотый комментарий, поснимите видео, как мы сделали установку для газации. Мы снимем обязательно это видео. На 10 тысяч, когда будет 10 тысяч подписов. Вот тогда снимем про газацию. И снимем, как бы, вторую версию еще. Вот. Все, чуваки, что, в общем, мы затестили, смотрите, у нас была мандарин и кубиновая настойка для Нового года. Мы сделали три коктейля, три вкусных коктейля. Делали это из водки, которая состоит из спирта и воды. И это было прикольно. Это было прикольно. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Пишите, пишите нам. Обязательно переходите в телеграм-канал. В телеграм-канале всегда очень много нового, интересного, полезного. А еще, те, кто досмотрел, я хочу сказать, о том, что у нас проходит челлендж, челлендж вартендере. Там можно выиграть бабла. И, в общем, как бы, до какого-то там декабря, по-моему, до 22 декабря он идет. Там нужно будет делать и настойку, и коктейль. Поэтому присоединяйтесь. Будет супер-круто, супер-интересно. И до скорых встреч. Пока.